Время 2 часа дня по московскому времени. Это значит, мы начинаем работу нашего вебинара. Сегодня мы поговорим о важной и актуальной теме. Это возможность использования цифрового образовательного контента мобильного и электронного образования в работе специалистов служб психолого-педагогического сопровождения. Конечно же, службы такие появляются все в большем количестве учреждений. Это обусловлено необходимостью психолого-педагогической поддержки учащихся, входящих в контингент школьников каждой образовательной организации. И в условиях современной жизни, в современных реалиях, естественно, цифровые образовательные ресурсы могут послужить замечательным инструментом в реализации тех задач, которые стоят перед сотрудниками, перед специалистами данных служб. Подобный запрос на проведение данного вебинара появился в наших социальных сетях. И, собственно говоря, мы очень рады откликнуться на запрос аудитории и провести подобную работу. Меня зовут Горностаев Игорь Сергеевич. Я являюсь ведущим методистом отдела апробации и методического сопровождения компании «Мобильное и электронное образование». И сегодня мы поговорим о том, каким же образом педагоги из службы сопровождения могут использовать в своей работе контент. Под этими педагогами мы, естественно, подразумеваем и педагогов-психологов, и социального педагога, и декьютеры, это учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые сопровождают обучающихся с ОВЗ в том числе, либо тех обучающихся, которым такое сопровождение необходимо. Естественно, данная работа интегрирована в различные сферы жизнедеятельности образовательной организации, и достаточно сложно вычленить какое-то отдельное направление в данной работе специалисты службы взаимодействуют друг с другом, организовывают работу консилиумов, взаимодействуют с другими участниками образовательного процесса, с учителями-предметниками, учителями начальных классов, воспитателями, педагогами дополнительного образования. И вот в таком вот едином подходе как раз и формируется работа, что называется, на результат. При использовании контента мобильного и электронного образования в своей работе мы как раз достигаем в том числе и вот этой комплексности решения задач, которые перед нами стоят, когда педагоги из различных сфер и направлений на разных уровнях образования используют единые ресурсы в своей работе. В системе мобильного и электронного образования есть образовательный контент и есть инструменты и сервисы, которые позволяют наладить коммуникацию, обеспечить взаимодействие между различными участниками образовательного процесса. И, конечно же, часть контента, который у нас представлен в нашей работе, он может быть использован абсолютно разными специалистами в работе разных специалистов, входящих в службу психологов и педагогического сопровождения в конкретной образовательной организации. Давайте ответим на три таких важных вопроса. Почему мы используем контент мобильное и электронное образование? Зачем, почему и когда? Ну, конечно же, мы говорим о доступном качестве образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, которые у нас обучаются. Мы создаем безопасное образовательное пространство, которое, собственно говоря, весь контент мобильного и электронного образования, он проходит экспертизу, верификацию, соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям к безопасности. Это условия для реализации образования детей с ОВЗ и инвалидов и комплексный цифровой контент. Ну, почему мы говорим сегодня, в том числе, такое большое внимание уделяем и детям с ограниченными возможностями здоровья? Ну, потому что, во-первых, у нас среди специалистов есть и тьютеры, и дефектологи, и логопеды, которые работают с обучающими с ограниченными возможностями здоровья. Ну, конечно же, спектр работы достаточно широк, и об этом мы поговорим, да, о том, какие единицы контента можно использовать в работе различных специалистов. Но вот эта вот отсылка к обучающимся с ОВЗ у нас тоже будет идти с такой сквозной линией, потому что с детьми с ОВЗ работают точно специалисты службы сопровождения. И когда? Это может быть классическая очная форма в индивидуальных занятиях, во фронтальных уроках, которые дает учитель, либо берет в своей работе специалист, либо очно-заочная форма, подразумевающая, и в том числе, да, возможности дистанционного подключения с обучающимися. Давайте рассмотрим несколько примеров. Начнем с учителей-логопедов, которые могут использовать в своей работе контент мобильного электронного образования. Вот мы видим, да, на данном слайде есть несколько примеров, которые используют в своей работе учителя-логопеды. В первую очередь бросаются, конечно же, те образовательные области, учебные предметы, входящие в образовательную область. То есть филология, да, это обучение грамоте, это русский язык, это литературное чтение, которые представлены в контенте Мео, в библиотеке курсов. И здесь мы видим те задания, тот материал, который будет отработан с обучающимися в рамках индивидуальной работы, помимо той работы фронтальной, которую ведет учитель начальных классов, например. Это и задания с открытым ответом, это и заметки в рабочей тетрадь, это всевозможные интерактивные объекты, направленные на речевое развитие обучающихся. Расскажи, что происходит на картине, используя картинки помощницы. То есть, собственно говоря, вот эти картинки помощницы, это и это разбота над связной стороной, устной речи над связной речью, слушай стихотворение, повторяй его и выполняй движение. То есть, здесь мы тоже говорим о том, что развитие слухового восприятия и развитие, да, и также работа над произношением. Работа со схемами слов в контенте, да, который используются педагогами. Вот мы видим один из примеров, представленный нами. Спасибо большое, да, одним из педагогов, работающих с цифровой средой, мобильное и электронное образование. Это педагог из городского психолого-педагогического центра. И вот мы видим уже даже в своем календарно-тематическом планировании, вот как раз есть пример, когда есть ссылки на контент МЭО в календарно-тематическом планировании. То есть, человек при подготовке к занятиям, к своим логопед по каждой там лексической теме, либо по теме какого-то другого задания, находит необходимые объекты и фиксирует их в календарно-тематическом планировании. Ну, после этого, естественно, для нас очень важно, да, вот эта вот работа с такими документами, поскольку, проделав такую работу один раз, по сути, у педагога появляется такой банк заданий по каждой теме, связанной с теме, представленной в календарно-тематическом планировании в связке с контентом мобильное и электронное образование. Каким образом используется контент МЭО в работе логопеда? Это электронный, да, теоретический материал, видеофрагменты, которые у нас представлены, всевозможные презентационные материалы, оформленные в том числе и в виде слайд-шоу. Это тренажеры, кроссфорды, тестовые и интерактивные задания, когда учащимся нужно самим проделать какие-то свои действия, например, расположить в нужном порядке объекты, найти соответствие, вписать что-то и так далее. Это оперативное оценивание и безоценочное тестирование. То есть у нас есть и задания-тренажеры, за которые не выставляются отметки, и также есть в конце каждого урока, интернет-урока, тесты. Вот тесты «Проверь себя», за них выставляется отметка. Задание, ну, понятное дело, что тесты, да, с автоматической проверкой. И есть также тесты «Тренируемся», где, собственно говоря, учащиеся могут попробовать свои силы, но не получив свою отметку сразу, да, есть возможность потренироваться, понять, где материал был усвоен лучше, где материал был усвоен не совсем хорошо. Ну вот мы видим, что в работе учителя-логопеда могут быть использованы абсолютно разные объекты. И несколько примеров мы с вами здесь видим. Это физминутки, да, в которых, собственно говоря, физкультные минутки, в которых описаны действия, которые производят, да, учащиеся в синхронном произнесении определенного речевого материала. И речевой материал также здесь представлен. Более того, тема физминутки будет связана с той лексической темой, которая представлена на данной неделе. Ну, в данном случае на примере дошкольного, да, образования контента, мобильного, электронного образования. Ну, мы, естественно, говорим с вами в широком смысле. Сегодня мы охватываем, наверное, сразу всех и учителей, и школу, и дошкольное образование, поскольку прекрасно понимаем, что в ряде образовательных организаций, да, вот эти сотрудники служб психолого-педагогического сопровождения не охватывают учащихся на всех уровнях образования. Огромное, да, количество заданий, связанных с непосредственной деятельностью самого ребенка. Посмотри на рисунки и расскажи, кто что любит делать. Какие подарки получат дети на день рождения. Установи правильное соответствие. Расскажи, что ты любишь делать. То есть здесь мы опять же видим, что ведется работа над связанной речью, но при этом в сопоставлении того материала, который дополнительный предлагается обучающимся. И, конечно же, с опорой на визуальный ряд учащимся будет проще составить определенный рассказ. А наличие такого тренажера, который, собственно говоря, при правильном выполнении, да, нам улыбается смайликом, а при неправильном выполнении пишет «Попробуй еще раз». Данный тип тренажеров при составлении рассказов, когда с опорой на картинку, он позволит ребенку в правильном соответствии расположить картинки, найти соответствие между ними и так далее. Давайте рассмотрим один из примеров работы над, работа логопеда над конкретной темой. Это родственные слова. Начинается, да, это не уникальный, да, скажем так, пример. Это один из примеров использования контента МЭО в работе конкретного учителя логопеда, который предлагает такую последовательность. То есть, естественно, вы, отталкиваясь от своих задач, по-своему, да, можете выстраивать свою работу, но при этом, конечно же, можно использовать контент МЭО, который является помощником. Итак, просмотр видео, уточнение понятия родственные слова, знакомство с признаками родственных слов, обучение умению находить общую часть слова у родственных слов. Это важная задача в самом начале. И мы видим, что здесь как раз учитель-логопед предлагает определенный такой видеофрагмент, который есть в контенте мобильного электронного образования. Послушай диктора, обрати внимание на признаки родственных слов. Дальше мы переходим к изучению схемы. Закрепление понятия родственные слова, закрепление признаков родственных слов. И здесь они представлены в таком схематическом виде, похожей по значению, общей части. И как раз один из примеров. Сад, садик, садовник, посадить. Следующий этап работы в рамках данной темы – это практическое применение полученных знаний, развитие орфографической зоркости и умение использовать полученные знания. Ну вот мы видим, что здесь опять же предлагаются всевозможные задания тренажерного характера. То есть, когда детям нужно заполнить таблицу, а для этого распределить слова по группам, обращая внимание на общую часть в данных словах. Ну вот мы видим, что общая часть сад – это один столбец, общая часть стол – это другой столбец, общая часть гор – это третий столбец, и общая часть корм – это четвертый столбец. И вот в четырех столбцах, опять же, до чем здесь удобно работать? Во-первых, у нас есть опора на наглядность. То есть, ребенок всегда может прочитать этот текстовый материал, он представлен перед ним. Во-вторых, есть возможность переноса быстрого, буквально за секунду. То есть, ребенок, кликнув мышкой, переносит определенное слово. Ну вот, например, столик – слово. Естественно, общая часть стола мы переносим это во второй столбец, и это занимает буквально одну секунду у ребенка после того, как он прочитал данное слово. Столешница, садовый – посадить, горка, горец, садик, высадки. Вот мы видим большое количество слов, которые нужно распределить. В чем еще ценность? Подобное занятие, задание, оно может быть представлено, например, и в рабочей тетради в письменной. Но, естественно, там огромный ресурс времени уйдет на то, чтобы ребенок переписывал вот эти вот слова, то есть он читал это слово и записывает в определенный столбец. Это занимает определенное количество времени. Конечно же, здесь мы работаем и параллельно решаем другие задачи, развитие графомоторных навыков. Но если в данном случае для нас действительно важна именно орфографическая зоркость и умение находить общую часть слова, то здесь у нас есть большая возможность потренироваться на огромном количестве слов. Целых 20 слов здесь предлагается перетащить. Естественно, ребенок справится с этим заданием за несколько минут, в то время как если бы он переписывал, например, и выполнял данное задание письменно, у него бы это заняло не несколько минут, а я думаю, что минут 15-20 он бы на это потратил. Более того, в случае, если ребенок допускает какую-то ошибку, у нас есть возможность вернуть это слово назад и потом переставить его в другой столбец. То есть учитель, находясь рядом, допустим, на уроке, он может вносить свои какие-то коррективы, комментарии. Еще один пример работы. Прочитай, выделя родственные слова. Вода, водитель, водяной, водичка, водный. То есть здесь, опять же, у ребенка есть возможность зеленым цветом отфильтровать те слова, которые являются родственными. Следующий этап работы, просмотр видео, вновь знакомься с понятиями корень слова, однокоренные слова, выделение признаков однокоренных слов, подведение к заключению о том, что однокоренные слова – это родственные слова. Здесь мы предлагаем определенный, опять же, видеофрагмент под названием «Медиатека. Корень слова». Закрепление данного правила. Помню, что корень – это главная часть слова, общая для однокоренных слов. В корне заключается общий смысл всех однокоренных слов. Без корня слово не имеет смысла. Слова с одним и тем же корнем называются однокоренными. То есть, собственно говоря, вот мы к этому и детей подвели. А после этого мы знакомим их с алгоритмом нахождения корня в слове. То есть мы уже познакомили, что такое родственные слова, находили общую часть такую у различных слов. После этого мы находим однокоренные, знакомимся, что такое однокоренные слова. И вот здесь мы знакомимся уже с алгоритмом нахождения корня. Здесь предлагается практическое применение полученных знаний, нахождение корня в различных словах в соответствии с алгоритмом, с опорой на наглядность и без опоры на наглядность. Алгоритм, опять же, у нас предложен в системе мобильное электронное образование в интерактивном объекте, как найти корень слова. Практическое применение полученных знаний. Здесь мы решаем задачу развития орфографической зоркости и уменения, применять правила. Распределите однокоренные слова на две группы. Здесь горе и гора. То есть мы видим, что здесь уже сложнее у нас идет задача. И тренировочных заданий, опять же, я повторюсь, что за тренировки нам, мы не, за задания тренажерного характера, мы не выставляем отметки, они не подлежат оцениванию, но при этом у нас есть возможность молниеносного обратной связи в виде того обратной связи. То есть ребенок может проверить, правильно он выполнил или неправильно выполнил те или иные задания. Ну, задания разные по своему характеру. Тренируемся, что лишнее, исключаем лишнее слово из перечня, отметь слово, которое не является однокоренным для всех остальных. Ну и вот мы видим еще несколько примеров заданий тренажерного характера, недостающие слова, образовываем однокоренные слова, слова с корнем var. Еще при обучении грамоте мы с вами видим, да, мы говорим о том, что различные объекты используются в системе MEL в работе логопедов. И здесь мы с вами видим тоже, что мы можем использовать различные такие объекты. Мне очень нравится задание тренажерного характера на этапе обучения грамоте, представленные в учебном курсе Азбука, первый класс. И вот одно из заданий, где нужно найти буквы А из такого вот этих вот огромных кружочков с буквами, огромного количества, найти букву А и выделить ее тем цветом, который буква А обозначена на кружке. Ну, в данном случае красным цветом. Вот я, кстати, две буковки не выделил. То есть, если бы я сейчас нажал галочку о том, что я выполнил задание, мне бы тренажер ответил, что попробуйте еще раз, поскольку я допустил бы ошибку. Иллюстративный материал, который представлен в контенте мобильного электронного образования, также является одним из таких базовых материалов, с которым работают учителя-логопеды. Рассмотри рисунки, прочитай, кто что говорит. То есть, вот мы видим, что здесь уже мы ведем как раз тоже к постепенному формированию навыка чтения, от буквы к слогу и так далее. Работа над письменной речью в плане навыков письма. Есть различные видеофрагменты, где учащимся нужно, где учащихся есть возможность познакомиться с написаниями тех или иных букв. Задание проектного характера. Создаем азбуку, русская азбука. Рассмотри странички азбуки. Создай свою азбуку, прояви фантазию на страничках азбуки. Ты можешь разместить пословицы, небольшие стихи, картинки, в названии которых есть нужная буква. То есть апельсин и так далее. То есть, соответственно, здесь действительно это может быть и заданием такого проектного характера, которое можно, кстати, распределить между учащимися и вот эту азбуку выполнить в группе. Но, по сути, у обучающихся они здесь и после того, когда они... Но это задание вот во втором классе у нас предлагается в самом начале второго класса для того, чтобы вспомнить материал первого класса. И здесь мы вспоминаем алфавит как раз и работаем над таким творческим воображением учащихся. Еще один из примеров задания к занятию, которым может использовать логопед в своей работе, это создаем текст беседы за столом. Вспомни материал урока местоимения. Рассмотри картинку, дай имена персонажам картинки. Представь, о чем говорят ребята во время чая. Составь небольшую сценку рассказа, используй в тексте местоимения. То есть здесь, собственно говоря, мы работаем с местоимением, хотя подобного рода задания могут быть использованы и педагогами в рамках различных работы, над связанной речью, с учащимися, с интеллектуальными нарушениями. Подобного рода задания при иной формулировке могут быть использованы на уроках речевой практики и так далее. Итак, КМЭО в работе у учителя-логопеда. Что именно используется логопедами в контенте мобильного и электронного образования? Естественно, это курсы по адаптированной программе, которые связаны с речевым развитием обучающимся. Это интерактивные мультимедийные объекты, это методическое сопровождение занятий и возможности видеоконференции для дистанционных занятий. Опять же, видеоконференция входит в структуру коммуникации мобильного и электронного образования. То есть вам не нужно будет дополнительно использовать иные сервисы. Помимо этого, естественно, могут быть и другие задания. Если у вас сейчас в работе, если у нас сегодня в чате в нашем присутствуют учителя-логопеды, я сейчас в чате размещу ссылку. Я хотел бы попросить вас пройти вот такой опрос по созданию цифровых ресурсов для работы логопеда. Какой был бы актуальный запрос от непосредственно специалистов логопедического профиля? Спасибо большое. Если вы пройдете этот опрос, он займет буквально 1-2 минуты. Но для нас очень важно как раз получить верный и точный запрос от специалистов, которые с этим продуктом потом будут работать. В работе логопеда почему МЭО является помощником? Он оптимизирует процесс логопедической работы, он позволяет сочетать традиционные и инновационные формы и средства обучения. Там используется вариативность наклядного материала. И при необходимости, опять же, я говорю, что при том, что вам, по сути, там предлагается готовый сценарий в рамках определенной лексической темы, например, Но каждый специалист может по-своему выбирать одни, те или иные, представленные в системе объекты. Для ребенка это повышение уровня речевого развития и мотивации. Конечно же, когда ребенок работает с интерактивными объектами, это повышает его мотивацию. Огромное количество заданий, связанных с речевым развитием, причем на разные абсолютно стороны. Это и произносительная сторона устной речи, это мелодика интенсионная, там, темпоритмическая работа и так далее. Возможность индивидуализации и персонализации обучения – это развитие коммуникации и навыков общения. И также логопеды, работая в сотрудничестве с родителями, тоже отмечают, что это дает определенную возможность работать с ребенком вне образовательной организации, повышение родительской компетентности и возможность активно участвовать в жизни ребенка. Переходим к учителям-дефектологам. Здесь тоже хотелось бы отметить, что в контенте мобильного и электронного образования нет отдельных курсов для узких специалистов пока что. Но при этом тот контент, который присутствует в системе, могут использовать абсолютно разные педагоги, в том числе и учителя-дефектологи. Контент этот может быть связан с развитием и высших психических функций, в частности, что является одной из задач работы учителя-дефектолога. И здесь мы говорим о том, что несколько таких примеров, их можно найти в адаптированных наших курсах, которые разрабатывались для учащихся начальных классов. Это один из вариантов. Какой фигуры не хватает? Почему ты так думаешь? Какие слова спрятаны? Подумай и прочитай вслух. И так далее. Здесь вот мы с вами видим, что задания абсолютно разные. И спрятаны в помогалках. И иные объекты. Например, заметки в рабочей тетради. Назови предметы на картинке, найди одинаковые предметы, какими предметами ты пользуешься, что ты ими делаешь. Ну и здесь мы также отметим, что присутствует дикторская озвучка. Я вижу вопрос. Да, ну вот как раз для того, чтобы ответить на этот вопрос, скажем так, мы тоже заинтересованы в отдельном контенте, в отдельном курсе для логопедов. Поэтому вот если вы являетесь логопедом, то просим вас пройти вот этот опрос по созданию нового продукта. Задания с открытым ответом, в частности, тоже могут быть связаны, да, использованы логопедом. Вот одна из помогалок, представленных в системе МЭО. Найди три отличия. Вот, уважаемые коллеги, а давайте, кстати, с вами немножко так потренируемся интерактивно, пока я буду вещать. Можете в чате написать, какие здесь три отличия, да, вот на представленных иллюстрациях. Здесь мы говорим о том, что, опять же, в заданиях с открытым ответом они могут быть изначально как сформированы на определенную тематику, так и, естественно, когда у обучающихся возникает какая-то сложность при выполнении того или иного задания, мы не фиксируем, да, грубо говоря, для себя, вот все, ты не справился. Естественно, работа с детьми с ОВЗ для нас очень важно организовать для него такую мотивационную помощь, которая у нас и запрятана, собственно говоря, в таком объекте, который называется помогалка. То есть это гиперссылка, кликнув на которую, появляется возможность воспользоваться дополнительной помощью. Это будут дополнительный наглядный материал, это будут какие-то загадки, вопросы наводящие, это будут отсылки к ранее изученному материалу или разбор аналогичного задания и так далее. Ну что же, да, уважаемые коллеги, к сожалению, никто не справился с заданием, никто не написал, не нашел три отличия. Вот стул, цвета и одеяло, совершенно верно, стул, цвет, одеяло, я вам третью подсказку. Вот время, совершенно верно, уважаемые коллеги, ну что ж, вот так вот потренировали наше внимание тоже. Иллюстрации, которые есть в системе МЭО, тоже могут быть использованы абсолютно разными специалистами. Вот в частности, опять же, да, дефектолог может вычленить для себя определенные объекты, соединить цветок и его тень, работа над зрительным восприятием, задания тренажерного характера. Да, на телефоне сложно, плохо, а, ну да, наверное, пользователям, которые с телефона, ну, мелкие детали очень тяжело разглядеть. Ну, задание тренажерного характера. Ну, в данном случае вот мы видим тоже, какие объекты мы предложим питомцам домашним. Далее мы поговорим, переходим к следующим специалистам службы сопровождения образовательных организаций. Это социальный педагог, это педагог-психолог, которые, опять же, да, могут работать с использованием в системе МЭО, в том числе опираясь на тот контент, который уже представлен. Более того, да, например, на этапе дошкольного образования, а я вижу, что у нас сегодня и из детских садов тоже есть слушатели нашего вебинара, в дошкольном образовании, да, есть даже такая рубрика у нас, как блог психолога, да, где можно как раз открывать определенную, да, такую вот рубрику, где будут представлены или какие-то задания, занятия, задания, игры, диагностические материалы для психологов, связанные с той темой на лексической неделе, которые присутствуют в тематическом планировании. И также можно находить определенные объекты в системе для, на этапе школьного образования, в частности, начальной школы. Ну, вот одна из тем, да, мы дружный класс, вообще крайне актуальная тема, где в том числе могут быть и, да, отработанные моменты, связанные как раз с такой созданием микроклимати, это в коллективе детском, да, профилактической работе по, да, негативных различных явлений, которые имеются в образовательной среде. И здесь мы, естественно, говорим о том, что в рамках данных определенных тем можно знакомиться с рядом объектов. Это иллюстрации, это задания, это попытки, да, проанализировать какую-то, вот, в своем классе. Это задания, да, такие тренажерного характера, где детям нужно выявить, да, там, дружный класс и недружный класс, например. Связанные с безопасностью в городе, например, да, тоже очень важная актуальная тема, да, например, ситуации, которые можно разбирать с детьми и анализировать с ними, пытаться понять, какой ответ верный, да, например, вот, когда незнакомый человек предлагает конфету детям, да, что я сделаю, да, подойду к незнакомому человеку, буду с ним разговаривать. Не подойду к незнакомому человеку, не буду с ним разговаривать, ничего у него не возьму. Возьму незнакомца конфету или игрушку. Пойду с незнакомцем гулять, да, то есть, вот вам, пожалуйста, несколько вариантов ответов. Здесь мало ответить. Ну, конечно же, можно, да, просто ответить и посмотреть, молодец я или не молодец, правильно я выполнил задание или нет. Но и для нас очень важно, да, здесь как раз является же элемент коммуникации. То есть, здесь действительно можно с детьми обсудить эту ситуацию. А почему, да, вот ты считаешь, что вот такой вариант правильный? Открытый люк. К сожалению, да, у нас явление распространенное во многих городах Российской Федерации. Я слышал даже, что бороться с этим явлением пытаются вплоть до того, что заказывают сейчас пластиковые люки для того, чтобы вот как раз их на цветмет не сдавали любители заработать таким образом. Я бы сказал, легкую денежку, но на самом деле они такие тяжелые, что тут тоже еще неизвестно, вообще стоит, да оно того или нет. Итак, вот ребенок, который видит открытый люк, давайте рассмотрим эту ситуацию. Залезу в люк, посмотрю, что там находится. Посмотрю, что в люки, но залезать не буду. Кину в люк камень или палку, отойду от люка подальше, да, то есть вот опять же мы сможем здесь разобрать эту ситуацию с детьми. Почему, не понимаю, да, понятное дело, что в люк я не полезу, хорошо, но посмотреть-то я могу, что внутри, что там внутри происходит. Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что, да, здесь тоже эта ситуация уже является достаточно опасной, и как раз есть возможность проговорить лучше с детьми заранее эти вопросы, да, чем они... Ребенок, когда встретится в реальной жизненной практике с данной ситуацией, он будет готов и он будет знать, как действовать, да, с бездомными незнакомыми собаками тоже, да, что я буду с ней делать. Поглажу бездомную собаку, буду играть с собакой, приведу собаку домой, отойду подальше, не буду трогать. Ну, здесь тоже такой момент, кстати, тоже требующий определенного обсуждения, да, потому что, ну, бездомные собаки, действительно, во многих городах дети и знакомы с ними, да, допустим, знакомая собака бездомная есть, незнакомая. Вот. Нахождение различных объектов каких-то, вот мы видим, мусора, шприцов даже на детских площадках. К сожалению, это не вымысел, да, это реальные те истории, с которыми мы с вами можем столкнуться. Как правильно переходить дорогу? Вот мы видим, да, здесь представлен уже видеофрагмент. Еще одно тестовое тренажерное такое задание, связанное с ситуацией, когда мяч укатился на автодорогу, да, и, собственно говоря, что здесь нужно будет делать. Заметки в рабочую тетрадь. Рассмотри картинки и, опять же, найди отличия. Мы с вами снова сможем потренироваться сейчас в нашем внимании. Ну, по-моему, здесь все намного проще, чем в предыдущем задании. Хотя здесь не написано количество отличий. Хотя, ну, я вот даже буквально за пять секунд их нашел уже четыре. Смотрите, да, такого рода задания, да, связанные с развитием психических процессов учащихся, в том числе и вот в данном случае, да, например, внимание. А есть задания, связанные с развитием воображения, там, с речевой. Вот, кресло, код, журнал, светильник, подушка. Так, единственное, что я не пойму, что с креслом не так, оно вроде бы одинаковое. Ага, цвет блокнота, цвет кота, подушка, да, да. Ну, вот еще, да, светильник нам подсказали, тоже, да, отличается. Ну, что ж, да, от подобного задания объекты, подобного типа объекты, если вы их не находите в самой, да, программе. Я вот советую учителям, там, психологам, да, например, которые работают, посмотрите и адаптированные версии тоже, потому что там могут быть представлены определенные вариативности именно для детей, там, с задержкой психического развития, с интеллектуальными нарушениями. Не важно, работаете вы с данной категорией или нет, но лучше иметь такой контент у себя для решения тех задач, которые стоят перед вами, да, то есть от того, что вы предложите детям это задание, а оно, например, из адаптированной программы, да, ну, ребенок сам не будет там на вашем уроке знать, что оно из адаптированной программы, да, вы его предложите детям в качестве определенной такой разрядки. Еще один, да, такое задание связанное с вниманием зрительным, сколько животных ты видишь на картинке, ну, давайте здесь уже не будем считать только людей, вот, сколько животных, да, сколько санок ты видишь на картинке, то есть вот такие задания, когда детям нужно будет рассматривать какие-то иллюстрации, вычленять определенные объекты, ну, и вот мы видим анализировать ситуацию, то есть считать их количество и так далее. Ну, вот, я вижу, кстати, только два животных, двух животных и двое санок. Еще, да, типы объектов, которые могут использовать педагоги-психологи, да, в своей работе, связанные, опять же, с развитием высших психических функций, развитием внимания, памяти. Вот, кстати, рассмотри внимательно, каких животных ты видишь среди растений. Вот, опять же, да, такое созрительное восприятие задание, вы можете его и, например, распечатать, если это вам необходимо, да, то есть открыть в отдельной вкладке, распечатать и предложить обучающимся, либо на экране монитора рассмотреть, каких животных мы видим. Вот, кстати, очень такое непростое задание тоже, которое требует определенного времени на выполнение. Какие предметы посуды спрятались на картинке? Ну, это знаменитый, да, такой прием, когда идет, идут изображения внахлест и наложены друг на друга. Придумай пять вопросов для своих одноклассников со словом «Сколько» к данному рисунку. Ну, здесь, то есть, если мы, опять же, говорим о развитии высших психических функций, здесь мы уже работаем над развитием воображения у обучающихся, и, конечно же, да, придумываем пять вопросов со словом «Сколько». Сколько можно найти здесь, условно говоря, качанов капусты, да, сколько деревьев, сколько животных и так далее. Ну, то есть, здесь, конечно же, мы не будем ограничиваться в каких-то рамках, здесь действительно нужно, да, дать возможность детям задать вот эти вопросы, да. Сколько времени у тебя ушло на то, чтобы придумать пять вопросов. И вот, анализируя, да, вот так вот, подводя итоги, хотелось бы отметить, что, конечно же, в системе мобильное и электронное образование, да, это комплексный продукт, включающий в себя и образовательный контент, в том числе адаптированный для обучающихся с особыми образовательными потребностями. Это возможность индивидуально подбирать материал с учетом уровня актуального развития обучающихся, использования различных средств коммуникации вербальной, невербальной, письменной речи. Это возможность ребенку дать ответ в удобной для него форме, он может устно ответить, может письменно, и оказание персональной помощи. То есть те помогалки, которые у нас заложены, они, собственно говоря, помогают учащемуся. Ну вот мы видим, что разбор трудностей в системе коммуникации, когда задание вызвало трудности у обучающегося, и педагог с ним персонально разбирает это задание, и затем предлагает аналогичное. Естественно, учет образовательных потребностей, да, он реализуется за счет различных подходов. Это вариативность используемых методов, это возможность обеспечения индивидуального темпа обучения, это актуализация полученных знаний в реальной жизненной практике, в работе с детьми. То есть здесь мы тоже говорим о том, что те объекты, которые мы рассматриваем, те предметы, с которыми мы знакомим, они у нас не проходят бесследно и имеют возможность потом применения в реальной жизни обучающихся. Уважаемые коллеги, я благодарю всех за внимание, я благодарю за те гоньки, которые были проставлены. Спасибо большое, снова появляются. Уважаемые коллеги, да, хотел бы ответить еще раз на вопросы, если они есть, очень полезно и интересно. Ребята любят такие задания, делают их с удовольствием. Спасибо большое, Татьяна Григорьевна, за ваш комментарий. Ну, мы будем надеяться, что контент МЭО, он, кстати, у нас не, скажем так, не одинаков из года в год, он у нас обновляется, дополняется, и будем надеяться, что тех заданий, которые привлекают ваших обучающихся, будет больше. Что нужно сделать? Выслала шесть сертификатов, но нет удостоверения. Что нужно сделать для этого? Пожалуйста. Ирина, вам нужно будет, да, наверное, написать лучше на почту, ну, в личном кабинете, да, связаться на почту, да, Всероссийской лиги педагогов. Я думаю, что туда для решения вот таких вопросов, связанных с сертификатами. Спасибо большое. И, ну что ж, уважаемые коллеги, спасибо вам тоже большое. Опять же, повторюсь, что мы сегодня вам предложили в том числе и пройти опрос для логопедов. И если кто-то из логопедов в течение вебинара прошел данный опросник, мы очень всех благодарим. И или передайте, пожалуйста, ссылочку коллегам-логопедам из ваших образовательных организаций. Для нас действительно очень важен получить запрос точный от педагогов, которые будут в дальнейшем пользоваться нашими продуктами. Спасибо большое. Всем хорошего дня, у кого сейчас день. Хорошего вечера, у кого сейчас вечер. И, конечно же, хороших выходных для всех сегодняшних участников вебинара. До новых встреч.